Блог – это некое сообщество, где люди могут объединяться, программисты, разработчики могут объединяться для того, чтобы обмениваться знаниями. А Loft School, и на самом деле, примите мои комплименты, это действительно очень интересная платформа и интересно сделанная с весьма таким хорошим профессиональным подходом, как мне кажется, это уже больше онлайн-школа для тех, кто хочет освоить те или иные навыки в области программирования и разработки. Да, Олег, все верно, именно поэтому мы отделили, мы не стали мешать все в одно место. Казалось бы, вопрос, зачем все усложнять, почему бы вот это обучение не проводить в рамках Loft Blog, но мы приняли такое решение, оно, кстати, не совсем легко нам далось, и технически это было гораздо сложнее, то есть два проекта обслуживают разные люди, это усложняется, между ними определенно есть какая-то связь, но она не такая очевидная, то есть идеологически все-таки это разные проекты, как мне, по крайней мере, сейчас видится. Мы, конечно, все время общаемся, думаем, как нам идти дальше, как развиваться, но сейчас это две разные компании. Сейчас это две разные, но неизвестно, как это все развивается, то есть все время все новое, 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 возможно, они как-то еще будут пересекаться больше когда-то. Но сейчас, да, это вот именно так, что две разные. Хорошо, вы знаете, у меня есть несколько вопросов относительно процессов в вашей школе. В частности, убедите, пожалуйста, меня и тех, кто будет смотреть нас, что человек с нулевым уровнем знаний в области программирования может записаться на ваши курсы платные, пройти эти курсы и начать программировать. Существует весьма серьезное сомнение у людей на этот счет. Насколько это реально? Хорошо, тогда я, пожалуй, отвечу с точки зрения курса веб-разработки. Это наш самый крупный курс. Я практически все свое время занимаюсь именно им. А Николай активно очень развивает остальные направления. Он, наверное, лучше ответит именно по этим направлениям, потому что все-таки разный курс, разные темы. Что касается веб-разработки, самый такой востребованный курс, я целый день отвечаю на эти вопросы, такие же, как ты сейчас, Олег, задал. Постараюсь убедить. Ну, начну с того, что у нас курс, он чем, во-первых, отличается от аналогичных курсов в интернете? Тем, что он все-таки не для новичков, все-таки с нуля мы не берем. И для этого есть определенный механизм. Во-первых, мы даем тестовое задание, которое человек должен выполнить и показать, что он уже что-то знает, что-то умеет. То есть надо как минимум уметь верстать, знать основы. Если человек ко мне обращается и говорит, что вот у меня нулевые знания, возьмите, я ему говорю, ну, все реально, конечно, но вот тебе нужно время. Допустим, вот у нас курс будет через два месяца. Вот советую какую-то литературу, советую, опять же, наши уроки на лоблоге, которые в бесплатном доступе есть. Говорю, вот, пожалуйста, дойди до какого-то уровня, покажи, что ты умеешь, выполни тестовое задание. Ну, элементарно прочитаю вот эту книжку там, но у меня есть рекомендации по литературе, которая, безусловно, авторитетна, и ее нельзя отметать. Нельзя сказать, что книжки не нужны, учите все только вот онлайн по видеоурокам. Я считаю, что книжка – это хорошее дополнение и авторитетный источник, безусловно. Вот, то есть человек приходит, он уже что-то знает, он уже не с нулевым уровнем, как ты спросил. И далее мы просто все силы, что можем, впихиваем в то, чтобы его прокачать. То есть не только сама программа, которая, на мой взгляд, составлена у нас очень грамотно, и она именно составлена практиками, что немаловажно. То есть у нас, ребята, все практики, которые ведут, это как наша веб-студия, про которую я вначале упоминал, так и из других проектов крупных у нас преподавателей. То есть не только, которые в нашей студии работают, они из разных компаний крупных, в том числе мирового уровня. И вот весь тот опыт, который мы получаем и так на практике, мы же и в реальной жизни учим просто своих помощников, новых людей нанимаем. То есть этот опыт мы внедрили в курс, и видео-вебинары, домашние задания, методические указания, помощь наставников, все, что есть в образовании, все окружает человека, и его начинают вот так вот прессовать в каком-то смысле, это даже стресс. Ну и затем, естественно, диплом человек получает на выходе, и в этом диплом он как такой маркер. То есть если человек все-таки, как и в любом месте, валял дурака, двоечник, грубо говоря, не смог выпускные проекты защитить, а у нас их три выпускных проекта, это отразится в дипломе. То есть если человек просто реально пришел и говорит, мне вообще курс ваш не нужен, я, например, дизайнер или проект-менеджер, мне просто ваш курс нужен, чтобы повысить кругозор. Мы говорим, окей, и у него в дипломе будет написано «слушатель», прослушал курс, все. Соответственно, ну есть четыре градации этого диплома, которые мы выдаем. Ну есть также статус лучшего ученика, если человек действительно старался, и мы, это как бы наша рекомендация, мы говорим, вот этого человека мы рекомендуем везде, он действительно крут, он может идти уже работать уверенно.